Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале интернет-магазина VideoShopper. Это обзор недорогого телефона, нового недорогого телефона от компании Samsung A02s. Стоит он относительно недорого, точные цены можете посмотреть по ссылке под этим видео, но когда снимается обзор, это январь 2021 года, его цена составляет приблизительно 10 000 рублей. Здесь Qualcomm Snapdragon, пусть и 450, это не новый процессор по 14-нанометровому техпроцессору. Он, наверное, все-таки, точнее, не условно сказать, лучше он или хуже, чем Mediatek, но если в одной ценовой категории, то Snapdragon обычно предпочтительнее. Хотя бюджетные процессоры от этого крупнейшего производителя, на котором выходит подавляющее большинство телефонов, считается всегда приоритетным для тех, кто изучает, смотрит на телефон, что там внутри. Так вот, батарейка 5000 мАч, относительно быстрая зарядка, 15-ваттная, тройной слот, может быть, кому-то пригодится, две сим-карты и карты памяти. Что же в нем так, а что не так, все в этом обзоре вам расскажу. Ну, первое, это достаточно большой вес, без малого 200 грамм, несмотря на то, что телефон полностью пластиковый. Тут это объяснимо тем, что батарейка все-таки большая, 5000 мАч. Тройной слот, как и говорил, можно поставить однорынные две сим-карты и карту памяти сверху, дополнительный микрофон, шумоподавление, это важно, иногда на бюджетных телефонах его просто производители забывают поставить. Мне понравилось качество олеофобного покрытия, при том, здесь нет пленки, и олеофобка, она слабая, потому что собирает отпечатки пальцев, это все прекрасно видно, и, кроме того, скольжение плохое. Но этот телефон, рабочая лошадка, вряд ли кто-то возьмет на таком процессоре его для игр. Запустить какие-то простые игры, типа гоночек, типа чего-то такого, как сказать-то, простого, можно. Более тяжелые, какой-нибудь PUBG Mobile или Call of Duty, конечно, готовьтесь играть просто на минимальных настройках. Если даже система даст поставить настройки средние, то будет, конечно, так, средненько достаточно. Разъем USB Type-C, динамик, разъем для наушников 3,5 мм здесь также присутствует. С задней стороны у нас три камеры со вспышкой. Камера не выступает из корпуса, что, конечно же, здорово, хотя бы в бюджетных моделях они могут это делать. Само качество фотографий, учитывая цену, наверное, нормальное. Придираться не будем, все-таки телефон стоит никаких-то больших денег. Опять же, оригиналы, как этот телефон фотографирует, вы видите на экране. Качество видео, конечно, похуже. Основная претензия, как и в принципе, справедливости ради ко всем бюджетным телефонам, это очень плохая стабилизация, фактически ее отсутствие. Сама картинка видео не такая и плохая, как ожидалось, но вот трясет, конечно, жутко. И это плата, скажем так, за бюджетность. По большому счету, знаете, вот держу его в руках, что тут еще. Модули не все, если для вас важно, к сожалению, здесь, в этой модели, его также нет. По остальному, у него неплохой экран 6,5 дюймов для своей цены, кроме олеофобного покрытия, качество, которое мне не понравилось. Хорошая цветопередача, много настроек, управление жестами, самсунговская почти. Во многие телефоны, включая этот, они ставят, не урезают очень сильно его функционал. В принципе, можно такой телефон вполне взять ребенку. К примеру, вот у меня сыну 8 лет, я бы ему взял. Как бедерс, он играет в игрушки всякие, подумал бы, насчет олеофобки все-таки пачкается быстро. Возможно, это мне бы помешало, покупке этого телефона. То, что он сейчас сходит с Xiaomi Redmi 8, вполне себе нормально, там тоже олеофобка не актив. Либо этот телефон вам как рабочий, ну, либо если вы берете его как постоянный, просто вам тогда не нужно от телефона ничего, вы доверяете бренду Samsung, вам нужна хорошая батарейка, хороший процессор без сюрпризов. В принципе, нормальная скорость работы, тоже не скажу, что он медленный. Открывает более-менее сносно, вполне. Не тормозит, по крайней мере, вот на текущей версии прошивки, вот обновление прилетело в середине января 2020 года. В целом, к нему и претензий-то за эти деньги особых нет. Экран нормальный за свою цену. И цветопередача, и яркость, ничего плохого сказать про него не могу. Яркость тоже достаточно высокая, кстати. Встречал я аппараты, которые в эту же десятку, грубо говоря, яркость там поменьше. Есть и разъем для наушников, сам по себе динамик неплохой, дополнительный микрофон, тройной слот. Более-менее для своей цены сносные камеры, но опять же, все для своей цены. Единственное, кого-то может расстроить отсутствие модуля NFC, если вы привыкли расплачиваться с телефоном. В эти деньги другие производители могут себе позволить поставить. NFC Samsung почему-то решил этого не дело. Если вы именно доверяете бренду Samsung, не хотите брать там какой-то Pocophone или Xiaomi или там Realme, что-то из бюджетников, вам не нужен модуль NFC, вас устраивает пластиковый телефон, то в целом он неплох. Ничего такого плохого, кроме плохого качества олеофобного покрытия, я уже два раза об этом сказал, и то, что, возможно, для кого-то минус нет модуля NFC. Я, к примеру, все равно им не пользуюсь в своих телефонах. Сам по себе он более-менее ухватист, не скажу, что сильно прям скользкий и не скажу, что прям совсем хорошо. Но бывает намного хуже. В целом в руках достаточно эргономичная, большая 6,5 дюймов тяжелая лопатка с хорошей батареей. Наверное, на этом у меня все. Сколько такой телефон стоит? Если хотите приобрести, пожалуйста, ссылка под видео в интернет-магазин в видеошопе. А впереди, как всегда, много интересного, много обзоров на новые смартфоны. Поэтому подписывайтесь. По ссылке переходите в Instagram, там происходят розыгрыши смартфонов. Участвуйте. Ну и, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением, Давид и команда интернет-магазина Видеошопер. Счастливо!